Первоклассный лётчик, на счету которого десятки успешно выполненных задач. Так вспоминают 34-летнего пилота Рашада Атакщиева, его близкие сослуживцы. Поблагодарить за верную службу азербайджанскому народу и выразить слова скорби и соболезнования семье пилота пришли не только близкие сослуживцы, но и представители общественности страны. Тело лётчика было предано земле во второй аллее почётного захоронения. Рашада Атакщиева был смелым человеком с прекрасным сердцем. Отмечают его близкие. Его смелость и отвага давали нам надежду, что он вернётся целым и невредимым домой, к своим детям. Очень жаль, наше желание так и не сбылось. Он был человеком с большим сердцем и благими намерениями. В нём было много храбрости и доброты. У нас двое детей, и я уверена, что наши сыновья вырастут достойными сынами азербайджана. Просто не выразить словами, насколько это тяжёлая утрата. Рашад нашёл путь к сердцам миллионов человек. Никто не мог быть в обиде на него. Я считаю, что ему никогда не будет равных. Родственники пилота поблагодарили поисково-спасательную группу, подчеркнув, что стали очевидцами её напряжённой работы. По их словам, погодные условия позволили найти тело лётчика только на днях. Мы очень благодарны проведёнными поисково-спасательными работами. Мы были рядом с данной командой все эти моменты и увидели результаты этих работ. Расшифровка чёрного ящика должна пролить свет на причины крушения МиГ-29. Мы надеемся, что прояснятся причины аварии. Чёрный ящик будет исследован в Азербайджане. Здесь для этого уже открыли лабораторию. Последние работы по ремонту самолётов проходили во Львове. Оттуда пригласили специалистов. Крышка чёрного ящика повреждена, но надеемся, что удастся её расшифровать. Расшата Атакщива называет одним из самых опытных пилотов ВВС Азербайджана. Сослуживцы его вспоминают как безгранично доброго и отзывчивого человека. Он был опытным лётчиком и настоящим патриотом. Выполнял достойно всё, что было возложено на его плечи. Для нас он запомнился умелым командиром. В нём было столько положительных черт. Он охотно делился с нами всеми знаниями и опытом. И был для нас примером. Напомню, что 24 июля истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полёта самолёт внезапно пропал с экранов радаров. Связь с ним прервалась. Останки пилота и самолёта были обнаружены 20 августа. Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Шамистан Мамедов, Рошады Гамалыев, CBC.